Анималистика, натюрморт и морские и городские пейзажи. Работы Татьяны Соломатиной цепляют взгляд насыщенной цветовой палитрой. Техники художник-любитель использует разные – от акварели и гуаши до масла и акрила. Вообще, страсть к изобразительному искусству у Татьяны Соломатиной с детства. Правда, начать освоение живописи удалось лишь после выхода на заслуженный отдых. Она сама учитель физики. Родилась в городе Касимов. Сейчас проживает в Рязани. Всю жизнь нравилась рисовать. А вот именно живописью более подробно начала заниматься уже, уходя на заслуженный отпуск. Она рисует, как вы видите, и акварелью, и акрилом, и гуашью. У нее можно увидеть здесь и пейзажи, натюрморт поближе, посмотрим. И, конечно, у нее рисование, подражание мировым художникам. Репродукции картин «Постоянство памяти Сальвадора Дали и «Звездная ночь» Винсента Ван Гога занимают почетное место в экспозиции рядом с работами по мотивам полотен Ивана Айвазовского. Кстати, морская живопись появилась в работах художницы после посещения Санкт-Петербурга в прошлом году, рассказывают сотрудники библиотеки. У нее сейчас очень много картин. Впереди предстоит про Питер. Вот она съездила в Санкт-Петербург, впечатлилась. Как раз смотрели «Белую ночь», во время «Белых ночей» они смотрели «Алые паруса». Она рисует очень быстро, за ночь, не может оставлять работу, но потом. И дарит свои подарки своим близким, родственникам в библиотеке. Вот. Так что, очень интересный человек. Я думаю, что мы с ней в дальнейшем будем сотрудничать. Вообще, с этого года начало каждого месяца в Центральной библиотеке имени Сергея Александровича Есенина всегда будет украшать новая экспозиция, посетить которую может любой желающий. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 10 марта в храме Сретения Господня звучат произведения Сергея Рахманинова, Александра Архангельского, Павла Чеснокова и других композиторов. С концертом духовной музыки в Рязань приехал камерный хор «Гаудаамус». Я сама очень люблю Рязанский край. У меня вся моя молодость и вся моя жизнь связана с Рязанским краем. Я знаю, какие замечательные тут живут люди. И поэтому очень хотелось бы подарить наше пение рязанской публике. Надеюсь, это понравится. Это сейчас камерный хор является лауреатом многих всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. А история его началась довольно прозаично. Осенью 1968 года было объявление о наборе в вокальной ансамбле для привлечения студентов. И уже через пару лет коллектив удостоился первого места на фестивале студенческих ансамблей. Я опоздал на шесть лет. Вот пришел в 1974 году. В этом году заканчивается мой 50-й сезон в хоре. Это замечательный коллектив. Это я теперь уже говорю со всей ответственностью, поскольку я петь в хоре не хотел. Попал на такую приманку, которую наш руководитель Владимир Леонидович Живов объявил о создании вокального ансамбля. А петь я всю жизнь любил и пришел в ансамбль. Но услышал произведения Моцарта, Лотти и просто пропал и остался в хоре вот до сих пор. Сейчас в хоре поют больше 50 человек. Это студенты, аспиранты, преподаватели Московского государственного технического университета имени Баумана. В 2018 хору присвоено звание заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации. С момента создания хора и по день им руководит заслуженный деятель искусств страны Владимир Живов. ПЕСНЯ Коллектив уже много лет гастролирует по городам России и другим странам. Больше 500 будущих инженеров прошли подлинную школу творчества и музыкального воспитания в этом коллективе. По отзывам собравшихся выступление никого не оставило равнодушным. Берегам отдохнуть, прошагать верный путь, где меня и не ждут появиться. Не пустым же пришел, с чем по жизни дошел, что несу за душой поделиться. В Рязанском художественном музее имени Пожалуйста новая уникальная выставка, посвященная главной теме года. Семейный альбом – это квинтэссенция художественного, декоративно-прикладного и писательского искусства. Два зала вместили в себя работы десяти авторов. Картины представлены в разных жанрах – портреты, пейзажи, натюрморты. Техники и стилистические направления тоже пленяют своим разнообразием. Это не только выставка, это не только живопись, это еще и графика, это стекло, это издательство, это писательская деятельность. Все попытались вместить, конечно, все не вошло, потому что, конечно, и работы и мои, как художника, и не только у нас семья Багарда и на живописные полотна, но здесь представлены мои эссе, уже как я писатель здесь сопровождаю работу. Иллюстрирует экспозицию текста, воспоминания, профессиональные рассуждения, цитаты из писем и отрывки интервью. Такое информационное сопровождение позволяет почувствовать себя в гостях у Коровинах и Нечитайла. Вся выставка воспринимается как глубоко личная история близких, родных, друг другу, талантливых людей. О семье, о доме, об идеалах, которые объединяют родных людей, о красоте, о вечности. Выставка дарит невероятное эстетическое удовольствие. И такое настроение, как будто бы погрелся у семейного очага. Мы жили в семье в частном доме, у нас был сад, и там было всего лишь три дерева. И только одно дерево осенью оставалось в яблоках. Я все время ходила, смотрела на это дерево, на эти яблоки, которые лежали на снегу, и сочные, яркие, но не похожие друг на друга. Вот когда я смотрю на эти работы, у меня точно такая ассоциация. Два дерева. Дерево Коровиных и дерево Нечитайла. И такое огромное количество прекрасных, не похожих друг на друга яблок. Несмотря на различия, проследить где та самая граница двух художественных миров практически невозможно. Однако творческую индивидуальность и мастерство каждого художника, проблематику и стилистический поиск разных поколений заметит даже неискушенный зритель. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».